МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Холонная христианская свята. Католицкие верники сегодня означают рожство Христова. Наш жывелавод у регионе подвяли выники областного этапа республиканской акции. Белая Русь, будучи ню разом, у Житковичах прайшли мероприемствы, промеркованные до 100 годзе з дня створения БССР. Стежкой протка у Гомеля открылась выстава обрадовых, обереговых и гульнявых лялек. А зараза в гэты меньшым больше подрабязна. Сегодня католицкий свет означает рожство Христова. Во всех костелах в области прайшли урочистые набаженствы. Разом с сотнями верников на службе у рымско-католицким приходе рожство Прасвятой Девы Марии у Гомеля побывала Ганна Каральчук. К католицкому рожству Христову попередничал 4-х тыдневый пост, який называется Адвент. И он лечится с часом покаяния и подрыхтовки до одного из головных христианских святов. По традиции Адвент заканчивается с азявлением на небе первой зорки, якая обвестила усяму свету обнароджение Божьего Сына. С этого момента и начинается святкование рожства. У этого дня служатся три сабливые литургии – ночью, на досвятку и днем. Таким чином святое отзначается тройче, что символизует рожство Христов у лоне Бога Альца, у лоне Бога Матии и у души кожного христианина. По часу рожистого набаженства усе верники спевают хоралы у гонор святого дня. Бог никогда не выходит в наше жизнь гвалтом. Он запрашивает, он кричит, он деликатно промоляет нас. И жадаю всем, как в этой святой мы этот голос Божьей любови почули в своем сердце. Как мы почули тое, что несет с собой Божье народжение, это с упокой в сердце, с упокой с самим собой, с упокой с нашими близкими. Так само смогли поглядеть иначе на тех людей, которые, может, имеют инши думки, меркования, может, имеют инши позерк на речи, свет новокольный. Как мы приняли их так само такими, какими не есть. По традиции, приходжане принесли у костел лампады, как бы у их доме з'явился чудовный вифлееменский огонь. А кроме того, многие верники пришли на службу с ружами, які потом поставили перед алтаром. Кожная кветка символизует выродванное адаборту дитя, за життю якого человек молился 9 месяцев. На этом святкование Рожства Христова не заканчивается. Оно дожится на протягу наступных 8 дзен, с 25-го Снежня до 1-го Студзеня. Кожный день калядные октавы, связанные с имем пелного святого, покутника, тез яким-небудь евангельским сюжетом. Рожство Сына Божьего мае бесконцую силу духовного одновления. Як факт религийной традиции, яно доказывает любого Бога до усіх его створеньев, особливо человека. У гэтый день принято даровать один одному усе кривды, а так само сбираться на святкование усей сямьей. Мы были ночью, сейчас ещё утром пошли. Сейчас с утра вся молодёжь, дети, внуки, все собираемся, большую семью. У нас семья большая. И будем праздновать, будем отмечать. И вы каждый год приходите, а не ночной? Да, да, да. Для вас это важный праздник? Очень важный. Семейный? Очень важный, да, семейный. Полностью семейный. Этот светлый праздник приносит нам радость. Мы надеемся, что мы дойдём до життя вечного с ним. И всегда будем благодарны ему за то, что он явился к нам на свет. И что я очень, допустим, даже выразить того не могу. И, наверное, нельзя даже выразить того, что он сделает на земле для всех людей. У Добруши ушановали лепших живеловодов Гомельской области. Мероприемство проходило в рамках республиканской акции «Наш живеловод». На протягу некольких опошних годов по инициативе Республиканского профсоюза работников агропромыслового комплексу по всей краине вызначают лепших зоотехников, ветурачов, операторов машинного доения и инших простовников Галины. Мета – поднять престиж профессии и стимулировать работников. Утымлику и материально. Инициативу подтримало Министерство сельской господарки и харчаванья. Живеловод – залог харчовой безпеки краины и важная экспортная позиция. Беларусь выходит у ликбойнейших поставщиков молочных продуктов. Айчинная молочка представлена в большем 50 краинах света. Акцию «Наш живеловод» можно назвать аналогом дожинок, подчас яких ушановывают хлеборобау. Мы больше внимания уделяли механизаторам. Мы в уровне посевной, заготовки кормов, уборки колосовых. И осенью мы обязательно их участвовали, обязательно кормим на поле где-то и так далее. Ну, то есть основное внимание было всегда у нас механизаторам. Но животноводы как-то они были на втором месте, хотя это все неправильно. Животно всегда на первом месте, потому что у них круглогодично, значит, и от темна до темна они работают на ферме. Им внимание должно быть достойно. У Добруши, Падяки и Узнагороды отримали больше за 70 лепших представников Галины. У Темлику и ветераны працы. Областные этапы акции «Наш живеловод» пройдуть во всех регионах краины. У Сэковику, Минску, Палацы профсоюзов отбудется республиканское мероприемство. Здесь берутся лепшие представники профессии с всей краины. Новобранцы войсковой части 55-25 присягнули на верность родиме. Урочистый ритуал пройшел на бригадном пляце. У осенней прызы у рады подразделения паунили молодые люди с Брестской, Гродзенской и Гомельской областей. Прысягу новобранцы приносили пасля курса молодого бойца. За гэтый час яны паспелі очуть усе тяжкости и радости военной службы. Салдаты с хваляванием, але уже с военной упыненностью и выправкой, вымавляли словы присяге. За урочистым ритуалом назирали командиры, гости, а так само близкие и сябры солдатов. Курс молодого бойца очень насыщен занятиями. И, в принципе, так вот заранее вам никто достоверно не опишет образ воинской жизни, потому что отличий от жизни на гражданке очень много. И особенно, когда ты втягиваешься в этот образ жизни за один месяц, впечатлений, конечно, получается очень много. Все военнослужащие у нас прошли достойно первый период обучения на учебном сборе. Нет у нас тех военнослужащих, которые бы дали слабину. Все достойно прошли этот период. Надеюсь, что и в дальнейшем они будут уже достойны точно так же выполнять задачи. После принесения прысяги новобранцы у першиню отправились у звольнения. По инициативе инспекции Министерства по податках и сборах по центральному району Гомеля в области проводится акция «Податки и свята». В ее рамках всем же хорам региона, которые меркуют займаться оказанием святочных послуг, пропонуется заплатить один и податок. Наши корреспонденты потекавилися подробностями. У податковых инспекциях кажут, что с прощения процедуры регистрации и принятия нормативных актов по самозанятости оказали значный вплыв на повеличение колькости же хоров региона, которые открыли уластные справы. В целом по Гомельской области по заявленным принципам зараз людей працуе удвоя большим год тому. Разом с тым гуляют по правилах все не нюсе. Нехто тому, что не ведает поведных нормативных актов, нехто свядома. Акция «Податки и свята» закликана нагадать. Закон необходно выполнять. В преддверии новогодних и рождественских праздников традиционному населению возрастает спрос на услуги, связанные с поздравлением, с праздниками, украшением, помещением, приготовлением пищи, парикмахерские, косметические услуги. Без лесной красавицы, Деда Мороза и Снегурочки не обходится практически ни один корпоратив и утренник. Все перечисленные виды деятельности могут осуществляться гражданами без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и, самое главное, на законных основаниях. Для того, как уплатить один из податок, необходимо прийти в податковую инспекцию и написать заяву. Квитанция, которая будет получена после оплаты, необходима сумма и станет таким документом, который позволит работать законно. Ставки податка залежат в первую очередь от вида деятельности. Самая низкая – 20 рублей на реализацию кондитерских выработок, самая высокая – 128 рублей на веде с дымки подей. При этом у податковых инспекциях раець не рисковать, а прочатаго уплата один из податков гарантует человеку, что он не трапит успеть непрацующих граждан. Физические лица, осуществляющие виды деятельности, не требующие регистрации как индивидуальные предприниматели и уплатившие единый налог, считаются занятыми в экономике согласно требовании декрета номер 3. Олег Сентюроу, Олеса Рузянкова, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гумиль». У Агроград-Куляскавичи Петриковского района открылась резиденция Палесского Деда Мороза. С подробностями наш корреспондент Павел Мехно. Агроградок Ляскавичи у нашей країни и за емежами. Давно вядомы, як буйный туристичный центр. Тамы до развития новых напрямков от пачинку. Тут заусёды падыходзіць сурьозна. Напереды дни святов Национальный парк Припятский подрыхтавал для своих гостей новогодню программу. Гэтай зимой тут открыли подворок Деда Мороза. Идея створения резиденции заявилась ясче у минулым годзе. А у 2018-м супрацовниками парку была распрацована программа маршруту. Варта адзначыць, туристичный шлях до Палесского Деда Мороза ляжыць прасамы разнастайные месцы. Спачатку – Мясцовый музей природы, дзе гості знайомятся с беларускай фауной, а таксама традициями палешуков. Закапляльная пригода протягивается у гостях указочного чаруника, який расповедая про мясцовое поверье и звычеи. Аматорам мистыки спадабаются древожаданию. Каб справдилась заповедная мара, гостю достатково только подумать про яе и завязать стужечку на одной из галин. И только после усих чаруных пригод гості трапляюць до Деда Мороза и Снягурки. Кто в нарядной теплой шубе длинной белой бородой, в Новый год приходят гости и румяный и седой. Мне понравилась сегодня очень танцы с Дедом Морозом и экскурсия. Она была очень интересной и увлекательной. Мне понравилась ёлка, здесь ещё понравилась, как мы переховорот. По перспективе на территории резиденции повинны заявиться такие объекты, як хатка на куриных ножках, поляна 12 месяцев и дитячая гольновая пляцовка. А сам туристичный комплекс плануються зробить круглогодовым. Здорово, мне очень понравилось, детям понравилось тоже. Мы будем приезжать сюда ещё и обязательно буду открывать для себя какие-то новые места в Беларуси. Теперь опынуться у гостях указки. Для Жахарау Гоминской в области стало простей. Павел Михно, Александр Харлампов, Телерады Акомпания Гомель с Петраковского района. Новые уражения, эмоции сябрым. Ёлка Миру и сяброуства прайшла в 27-й школе Гомеля. На её собралися дети из разных школ Гомеля и в области. На свято приехали и гости с Санкт-Петербурга, Смоленска, Курска, Новозыпкова. Усяго больше, як 100 человек. Марина Джалая доведалась, о чем она особливая. Ёлка Миру. Сяброуства дятей, сяброуства народов. Юные миротворцы с Беларуси и России доказали, что это снова. Напереды дни самого Чаронга свято, Нового года, ины приехали у Гомель на ёлку Миру и сяброуства. Свято – этап республиканской акции «Наши дети», по какой традицина прямая удела областной отделения Фонду Миру. Наша главная задача – именно еще раз расширить и укрепить именно детское сотрудничество, так называемую детскую народную дипломатию. Потому что, ну, дети – это наше будущее. Вот от того, как мы их именно будем воспитывать в плане согласия, дружбы, взаимопонимания, будет зависеть будущее их последствий. И в целом, конечно, вот эта встреча какой-то маленький клад будете уносить на дружбу между народами России и нами. Потому что приедут ребята домой, они же расскажут, что они видели у нас в Беларуси. По мерковании архиепископа Гомельского и Шлобинского Стяфана у светлеподеяки зараз отбываются у инших краинах, миротворшая деятельность Беларусского Фонду Миру – неоценная. Буколит человек живет с повагой до инших, с таким джином выконвая Божий заповед – любить ближнего своего. Миротворцы – они как раз тот очаг, который сохраняет мир между людьми, между государствами. И особенно, когда это делают дети. Это должно развиваться в нашем государстве и иметь большой успех. Это вот такое мое мнение. И хотелось бы пожелать, чтобы наши дети прикладывали больше усилий для того, чтобы дружба была между всеми народами. Подчас Международной Ёлки Миру и Сяброуства гости не только назирали за святочным выступлением, але и сами примали у им активный удел. Дарыши для их была подрихтована великая экскурсийная программа, подчас якой делегации наведали Палацево-парковый ансамбль. И, зразумело, усе гости отримали от Фонда Миру новогодние подарунки. Взрослые должны делать все, где бы мы ни работали, чем бы мы ни занимались, во благо мира, защищать мир и чтобы всегда у нас был мир. Передавая это все детям и проводя вот такие совместные мероприятия, действительно, славянский народ объединяется. Корни у нас одинаковые, и мы не позволим никому их рубить. А на наступный день активисты Гомельского областного отделения Белорусского фонда Миру суместно с педагогами и вушнями 27-й школы наведали с новогодними подарунками, фруктами, солодкими подшастунками 11 выхованцев детячего дома, семейного типа у центральном районе Гомеля. Марина Джала, Евген Макинка, телерадиокампания «Гомель». Белая Русь у будущенью разом. У Житковичах пройшла акция, промеркованная до года малой родимы и 100-годового юбилея с дня створения БССР. У проекте приняли удел музыканты гомельских городских оркестров. Концерту попередничала встреча, организованная у Житковицкой районной библиотецы. Подробязности в сюжете Евгении Кухаронак. Поделиться вспоминами про життё у часы БССР организаторы акции запросили знакомитых особ, які унесли важкі укладу развиттё Житковицкого района. За хвоты выступили были старшиня местового района Канкама, його намесник по экономіце, гоноровый громадянин Житковицкого района, йон же чемпион света по игровым спорте и директор района Галязгасу. Для кожного те часы запомнилися разностайными падеями, які по-розному повплывали на их працу, зейность и самореалізацію. Вот тогда была стабильная система, она работала, плановая экономика была. Теплея встреча завершилася неприемной ночи. Шановным гостям уручили подарунки от Білої Руси, усіх присутних повенчували з надоходящими новогодніми святами и запросили на концерт у городский дом культури. До речи, акция «Беларусь у будущую разом» стартовала у региону 2 лютого. Першопочатково её примирковали до года малорадимой и десятигодзя областной организации объединения. Однако с часом акция набыла новый виток у развитии и закранула еще одну немаловажную дату – 100 года с дня утворения БССР. С этой акции мы уже выезжали в Речицу, Светлогорск, Жлобино. Вот сегодня мы у Житковича. Цель вообще этой акции – показать то, что мы только объединившись вместе, мы можем делать великие дела. Гомельские городские оркестры приехали у Житковича с новогодней концертной программой. Со сцены гучали усіми любимые песни с кинофильмов и мультфильмов, мелоды белорусских и замежных аутров, а вот так само сучасные популярные композиции про зиму и зимовые святы. Помеж выступами артисты с задовольнением разговляли с глядачами и відшивали их с надыходящими святами. ПЕСНЯ Евгения Кухаруна, Кихар Марышченко, Телерадио и компания «Гомель» с Житковича района. Выник идейности за годы, задачи на будущую обмерковали на сустрече областного комитета профсоюза, работников культуры, информации, спорту и туризму. Одным из основных на прамках работы областной организации сё лето было проведение метанакерованной политики по повышению заработной платы работников Галинового профсоюза. Гэтая проблема застаётся самой актуальной. Было специально принято постановление по работникам культуры в июне месяце. Конечно же, на следующий год мы эту тему, этот вопрос мы будем продолжать, потому что, ещё раз говорю, что недавно было принято прекрасное постановление по работникам образования, работникам здравоохранения. Я думаю, что приложим максимум усилий для того, чтобы и по работникам культуры было принято решение. С трыжни маховной працы профсоюзу застаётся коллективный договор и пагадненне. Да их у працонным кодексе зараз есть больше за 100 отсылочных норм. Яны могут поляпшать становища работников и социально оборонять их. Яшчадным накерунком деяностей был громадский контроль за выполнением законодавства працы. У гэтым годзе наймальникам выдали рекомендации на ликвидацию больше, как 100 порушений. Великое значение так само мая деяность по обороне права у членов профсоюза. Оказание допомоги у подрыхтовцы исковых заяв у суд и инших процессуальных документов у профсоюзы проводят на безвыплатной основе. С тяжкой протка у персональной выставы члена Белорусского союза майстроу Гульнары Качан открылась у картинной галереи Гаурила Вашчанки. Хлебный человек Ярыла купала и десятки инших тканевых фигурок на все выпадки життя. В экспозиции представлено больше за сотню абрадовых, абярыговых и гульнявых лялек. Гэтавыник шматгадового вывучения майстрыха и народных славянских традиций. Характерно, что все ляльки выраблены без выкорыстания иголки по специальной технологии. Первые мотанки автор Рабила Яшча у дятинстве, однако серьезным захопление стало 10 годов тому. А у минулым годзе Гульнара Качан выпустила книгу «Ляльки, абярыги, абрадовые, гульнявые» у серые энциклопеды народного майстра. На открытии экспозиции гости доведалися шмат познавальных фактов про ляльки и их место у народной культуры, а так само приняли в делу майстр-классе по створению одной из их. Неделю назад женщина отдыхала в санаторий Ленина, я там провожу кружок у меня. И женщина приехала из Санкт-Петербурга, музейный работник, и рассказывает, что ее бабушка, когда-то белорусская, уехала с мужем по Столыпинской реформе в Сибирь. Там создали деревню, сохранили культуру, язык. И вот эта бабушка, вот это именно такой кукла играла, и она же учила внучек. Я ее очень попросила, я ее фотографировала, записывала. По ее памяти мы создали. Убачить свет лялек Гульнар и Качан можно до 31-го студеня. Гэты, а так само иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернет-те по адресе www.tvergomil.by. На гэтым выпуск завершен. Добрых вам выходных дзен и до новых сустречу эфиры.